Там кто-то задал вопрос вот такой, Андрей Андреевич, ждать ли нам голод? Сейчас очень широко говорится о том, что Украину ждет голод и так далее. Хочу вам сказать вот что, смотрите. Для того голод может возникать только в странах, в которых закрываются границы. Вот смотрите, Северная Корея, границы закрыты, в этой стране появляется голод. Африка, некоторые страны, им закрывают границы. После того, когда закрываются границы, появляется голод. Почему и что такое закрытые границы? Закрытые границы приводят к тому, что невозможно ни въехать, ни выехать. Именно поэтому, когда голод, то люди имеют возможность собраться и переехать в другую страну, заработать, привезти что-то и так далее. Таким образом, в наше время, в случае, если границы не закрываются, то голода не будет. Самое страшное, что может произойти с страной, это закрытие границ. Это сейчас происходит с Российской Федерацией, с Белоруссией. И, конечно, теперь ответьте сами на вопрос, где может быть голод и к чему это может прийти. Ну, как-то так. Со своей стороны, хочу сказать, что вчера Дуда, это польский президент, сказал, что теперь границы с Украиной не будет, будет улучшаться проезд и так далее. О чем это говорит? О том, что страны нацелены на то, чтобы улучшить процессы перемещения, таможни и так далее. То есть, если границы открыты, если границы доступны, то о голоде говорить нечего и незачем. Будет ли голод в каких-либо странах, допустим, в Египте из-за нехватки хлеба или еще где-то, это тоже не так. Потому что не хлебом единым жив человек и процессы замещения пищи, они тоже существуют. То есть, в случае, если не будет хватать хлеба и лепешек, будут есть фасоль и картофель, знаете, люди приспособятся, а все в порядке. Как такового страшного голода не будет. Может быть, будет ограничение в определенных продуктах. Поэтому все в порядке, не бойтесь.